Дорогие сестры, поздравляю с преблагословенной субботой. Завершился Великий Пост, завершилась Страстная Седмица, и так Господь устроил нашу жизнь, что ежегодно перед нашим взором воскресают все те события, которые происходили почти 2000 лет тому назад в Иерусалиме. Устроил Господь это так, чтобы никто из нас, живущих на земле, и не мог упрекнуть Бога в том, что Господь как-то по-особому отнесся к тем, кто был сверстниками Его во время Его земной жизни. Господь ежегодно нам показывает все те события, которые происходили в Иерусалиме. И все мы с вами, кто посещали храмы, являлись свидетелями величайшего события спасения человеческого рода. В течение последних дней, которые мы именуем Днями Страстной Недели, Седмицы, пронеслась вся жизнь, страдания, суд, смерть, погребение Христа Спасителя. Мы вчера говорили о том, как был взбудоражен Иерусалим, как враг рода человеческого, дьявол, замутил и возмутил всю ситуацию и сердца, и сознание людей, которые жили в Иерусалиме и были свидетелями этих страшных событий. Какой-то всеобщий психоз, какое-то всеобщее помутнение разума, распяли того, который пришел спасти людей. И сегодня, день субботний, иудеи, исполнив все, что предписывал ветхозаветный закон, находились в покое. Только святые апостолы, собравшись все вместе, были в смятении Духа. Они рассуждали, что же произошло. Сегодня можно рассуждать. А где они были вчера? Рассуждали они. Почему они так просто, страха ради иудейского, оставили своего учителя и Господа, которому совсем еще недавно говорили, Господи, да мы и душу, и тело свое готово отдать за тебя были. А так случилась слабость человеческого естества, человеческой природы. Они оставили своего божественного учителя. И обвиняя себя, они даже не размышляли тогда, что об этом за много столетий говорили пророки, о том, что должно произойти. И все произошло. Все исполнилось. Совершенно не случайно сегодня, в Великую Субботу, Церковь предлагает нашему вниманию 15 бремий, в которых рассказывается и о творении мира, и о том, как Господь промышлял о всех тех, кто в Ветхом Завете думал, размышлял и надеялся встретить Мессию. Господь и в те далекие времена, до своего происшествия в мир совершал чудеса, события славные, даже воскрешал усопших, умерших. Но то, что произошло сегодня в Иерусалиме, это событие имеет неприходящее значение для всех поколений, для всех, кто жил до Христа Спасителя, и кто будет жить до скончания века. И сегодня святые апостолы, размышляя о том, что произошло, вместе с Церковью и нам говорят о том, что Господь сегодня во гробе пребывает плотским, то есть во гробе он сегодня в гробу, в аде он с душою, як у Бог, на престоле выноси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанное. Сегодня для апостолов день покоя, а для Христа Спасителя сошествие в аду. Враг рода человеческого, дьявол, думал, что он возмутит весь народ и предадут смерти того, у кого действительно была власть, и он надеялся, умертвив его, захватить эту власть, но не представлял себе, что начальника жизни, Бога, невозможно потребить и уничтожить. Сегодня очень красочно ветхозаветные пророчества говорили о той силе власти, которую обладает Господь. Он даровал видимому и невидимому миру жизнь. Он творец, он промыслитель, но никакая сила не сможет противостоять его. И сегодня мы призываемся, видя это, на опыте церкви, не бороться с Богом, а слушая священное писание, священное предание, церковь нас всех призывает, все вместе сказать слава тебе Богу, благодетелю нашему, во веки слава тебе, потому что ты пришел ради нас, ради нашего спасения, спасти весь человеческий род. И хотя сегодня церковь говорит, сегодня прилично больше молчать устал нашим, человеческим, но я думаю, что никто сегодня уже не в состоянии умолчать, потому что радость всеобщего воскресения Христова уже пребывает в нашем сознании, уже вчера мы, может быть, чувственно, в отличие от святых апостолов, ощущали приближение светлого праздника воскресения Христова. И хочется сегодня, в эту преблагословенную субботу, пожелать всем тихой, неизреченной, благодатной радости, радости о спасении человека и каждого из нас. Вот ради нас он пришел, ради меня, ради вас. Вот можете себе представить, что ради этого он сошел на землю? Ну и, наверное, в таком порыве духа нам надо научиться не просто любить Бога, а еще и научиться любить ближнего своего. Хотя это бывает так, иногда тяжело. Даже в семье, правда? Особенно, когда муж пришел, да еще и поддатка, да еще и ругается, да когда сына или дочь не слушаешь родителей, ну как тут радоваться? И, конечно же, воскресший измертый Христа Спаситель, он и есть неизреченная радость, которая, как мы сегодня слышали, готова помочь каждому. И в трудную минуту своей жизни, личной или в обстоятельства каких-то, помните о том, что сегодня нам говорил Христос Спаситель, обращаясь к своим ученикам и апостолам, посылая их на проповедь и призывая их крестить всех во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и кто веру имит и крестится, спасен будет. И дал еще одно очень важное совещание. Помните об этом всегда. Я с вами во все дни до скончания века. Помните всегда об этом. С нами Бог. Что еще может быть более возвышеннее? Просто у нас не всегда хватает веры. У нас не всегда хватает терпения по отношению к нашим близким, особенно кто нас оскорбляет. Но помните всегда, что обещания Христа Спасителя исполняются и будут исполняться до скончания века. Я с вами до скончания века. И пусть эта радость и вера, и верность Богу будет всегда пребывать в наших сердцах и в нашем сознании. Аминь. Исполайте, деспотов, Владимир. Всех причастников я поздравляю с принятием святых Христовых тайны. Желаю, чтобы они послужили каждому из нас, во здравие тела и во спасение души.